На предыдущей лекции мы рассматривали вопрос, как правильно распределять время и как составить бюджет времени. Сегодня мы поговорим о том, какие существуют барьеры для обучения, есть ли ситуации, в которых может не получиться учиться. Среди барьеров обучения выделяют несколько категорий. Первые барьеры, которые мы с вами в основном рассмотрим, они являются внутренними. Есть какие-то вещи внутри нас, которые могут препятствовать нам эффективно заниматься и быть успешными в обучении. Также есть внешние барьеры, о которых мы не очень много будем говорить, но тем не менее они существуют. Это те обстоятельства или те причины, по которым мы не можем успешно учиться и не можем быть эффективными результативными в нашем обучении. Итак, какие же барьеры относят к внутренним? Прежде всего это отсутствие мотивации учиться. Здесь ситуация может выглядеть таким образом. Например, вас отправили на обучение помимо вашей собственной воли. Ваш начальник увидел замечательную программу и отправил вас повышать квалификацию. Или эта замечательная мысль пришла кому-то другому, вашему другу, за которым вы пошли за компанию учиться. В этом случае, так как сама учеба вам неинтересна и не имеет отношения к вашей деятельности, у вас будет стоять внутренний фильтр, который будет не позволять информации оказывать какое-то влияние на вашу жизнь. Ситуация может быть также и обратной, когда человек настолько все хорошо знает, что он не готов принимать какую-либо другую информацию. Эта ситуация довольно часто встречается в преподавании взрослым людям. Например, на курсах повышения квалификации. Представьте себе ситуацию, когда 20 человек заведующих складов, которые работали на этом месте по 15 лет, приезжают повышать квалификацию. И вот перед ними выходит девушка, которая начинает рассказывать о том, как правильно заниматься складским делом. Какое будет у них отношение? Безусловно, они будут чисто психологически считать, что она ничего не знает об этом деле, потому что они были заведующими складами так долго, и они уже, можно сказать, собаку съели на этом вопросе. Каким образом можно поступать, если у вас внутри есть эта экспертная позиция, и она не позволяет вам слышать ничего из того, что говорит преподаватель? Надо лишь вспомнить о том, что на самом деле Господь призывает нас к совершенству. Пока мы находимся на этой земле, нам все равно действительно есть чему учиться. И в каждой этой информации есть то драгоценное, что мы можем извлечь для себя, чтобы стать лучше. Экспертная позиция, позиция критики не позволяет человеку принимать какую-то информацию и быть измененным этой информацией. Противоположным указанному барьеру является неуверенность или уверенность в том, что я не способен учиться. Такие люди тоже иногда приходят на обучение, и они стремятся узнать что-то новое, но вместе с тем они крайне не уверены в своих силах. В этом случае их убеждение тоже работает против них, так как они заранее ожидают, что у них ничего не получится. В этом смысле надо помнить, что в каком состоянии мы не приходили, всегда есть что-то полезное, что мы можем извлечь из обучения. Есть хотя бы что-то, может быть, что косвенно относится к предмету вашего обучения. Есть какие-то знакомства, есть какие-то люди, есть какие-то положительные моменты, на которых можно сфокусировать свое внимание, чтобы все обучение окрасилось этим положительным опытом. Следующий психологический барьер называется ригидностью или костностью в мышлении. Случается так, что когда человек долго использовал какой-то способ жизни, привычку, то попытки изменения этого вызывают в нем сопротивление. Почему так получается? Немецкий ученый Карл Дункер исследовал этот вопрос, когда проводил опыт многочисленный, связанный с тем, каким образом люди решают задачи, какие механизмы мышления помогают им делать это. И он обнаружил явление, которое называется функциональной ригидностью. Если люди очень долго исполняли какую-то функцию и связывали ее с предметом, то со временем эта функция настолько сливается с предметом, что практически человек не может отделить одно от другого. Чтобы вам было ясно, я поясню. Например, если вы очень долго уже умеете читать и дать вам задание называть цвета тех слов, которые вы читаете, то задание вызовет у вас немалое затруднение. Несмотря на то, что вы стараетесь увидеть цвета, ваши глаза сами читают слова, вместо того, чтобы отвечать на поставленный вопрос. Именно этот механизм закрепления функции самим предметом мешает человеку впринять в себе то новое, что несет ему всякого учения. Привычные образы и стереотипы приводят к тому, что человек зацикливается в своих способах и не способен преодолеть какие-то внутренние барьеры внутри себя, барьеры мышления, найти новые пути и таким образом измениться. Особенно ярко это проявляется при обучении людей, которые уже более старшего возраста. В каких-то случаях им очень трудно принять то новое, что предлагается на теоретических занятиях. Здесь хорошо вспомнить о тех исследованиях мозга, которые были проведены в последнее время, которые доказали такой принцип функционирования мозга. Либо ты используешь его, либо ты теряешь его. Доказано, что активное использование умственных способностей замедляет процесс старения головного мозга. Вы сами, наверное, замечали, что когда вы перестаете использовать какие-то навыки, вы потихонечку их теряете. Если вы давно не ездили на велосипеде и спустя 20 лет решаете поехать, не всегда у вас получается. Точно так же и с умственной деятельностью. Если вы давно не узнавали ничего нового, если не преодолевали привычку думать по-старому, то ваши мозги заржавели в этом отношении. Привычку нужно развивать абсолютно противоположным. Узнавать что-то новое каждый день, быть открытым новому, искать эту новую информацию, решать ребусы. И это открытие свойств мышления стало настолько удивительным, что, например, некоторые доктора в США вместо таблеток от старости прописывают пожилым людям проходить какое-то обучение. И поверьте, результаты оказываются вполне надеживающими. Еще одним чисто психологическим барьером является сопротивление любым изменениям. Человек по натуре своей любит состояние комфорта, любит состояние предсказуемости. Поэтому, когда в умучении ему предлагается что-то новое, он внутри начинает сопротивляться этому знанию. И чем больше это новое противостоит или отличается от того, что он знает, тем больше это сопротивление. Необходимо просто знать об этом механизме, о том, что сопротивление возникает. И когда вы чувствуете внутри внутреннее напряжение и нежелание слушать этого лектора, желательно задать себе вопрос, что именно так сильно напрягает вас и почему у вас возникает это сопротивление. Привычка меняться – хорошая привычка, ее нужно вырабатывать в себе. Следующее препятствие – это низкий общекультурный уровень. Это объективный барьер в обучении, потому что сама система обучения построена на принципах от простого к сложному. Она последовательно выстраивает одну ступень обучения за другой. Если вы не учились очень долго, особенно если вы не закончили школу эффективно, если ваше обучение в школе были просто формальностью, то ваше обучение в институте встречится с объективной трудностью. Вы просто не знаете той части информации, на которой строится знание в высшем образовании. Поэтому, конечно, здесь нужно помнить о тех исключениях, которые были, например, Михаил Васильевич Ломоносову, который достаточно из низкого состояния крестьянства был способен преодолеть огромный разрыв между мимо интеллектуальной элитой российского общества. Но низкий культурный уровень является реальным барьером для обучения. Физическое здоровье также может служить препятствием. Как правило, учебная нагрузка является достаточно тяжелой. Студент работает умственно, порой больше тех норм, которые подразумевает в нашем трудовом законодательстве трудовая деятельность. Средняя учебная нагрузка составляет 54 учебных часа, в то время как рабочая нагрузка 40 часов в неделю. Поэтому существует определенное заболевание, которым противопоказано занятие тяжелой умственной нагрузкой. К таким заболеваниям, например, относят эпилепсию. И учеба, если у вас ярко выраженная форма эпилепсии, может приводить к тому, что ваше физическое состояние существенно изменится. Поэтому будьте внимательны к своему состоянию, не перегружайте друг друга и выбирайте себе оптимальные способы обучения. Сегодня мы поговорили о внутренних барьерах к обучению, которые могут препятствовать успешному обучению, которые могут привести к тому, что обучение не получится. Но мы надеемся, что с Божьей помощью и по вашему здравому рассуждению вы будете мудры, вы будете распределять время разумно, и ваше обучение будет плодотворным и результативным. Хорошей учебы!